Доброе утро, молодой человек! Покажитесь! Доброе утро, мой хороший! Ты проснулся? И кричит, мама, помоги мне одеться! Я вчера высыпалась, Женя тут наобрезал всего своим аппаратом. Сегодня надо будет здесь выносить веточки и кусты пообрезал. В общем, красота и деревья. Я сейчас везу Афоню в садик и Антошу в школу, так как автобуса еще нет, горючки нету в нашей школе. Начала себя РУ-ТВ, сейчас выключу, кстати, звук и готовлю борщик. Борщ делала сегодня зажарку, ну такую, знаете, немного масла, лишь бы как-то так все потомилось. Болгарский перчик, здесь морковка, что еще свекла, лук, вот, а здесь картошечка уже варится, куриный бульон у меня обобрала, хребет курочки, вот тоже мяско добавлю сюда, что еще и останется капусту и зелень, чесночок. Я за Антохой еду, собралась. Я еще сегодня ехала, когда в садик отвозить, ну, как бы сегодня я была, за водителя, за разводщика, потому что автобуса все равно школьного нет, Антоху все равно везти, чтобы сижу не было удобней. Я отвезла Игришку, ой, и Антошку, и Афоньку, вот, и возле садика даже сегодня авария, отъезжала машина от детского сада и не посмотрела, получается, или, не знаю, как так получилось, в общем, короче, что мимо проезжающую, там скорости вообще небольшие, но, то есть, никаких там таких видимых прям повреждений даже на машинах нет, небольшие, по-моему, какие-то вмятины, царапины, но просто, что теперь людям видно стоять и ждать, пока приедет полиция, да, вот это все оформит, поэтому теперь не быстренько прям с садика, чтобы не мешать, потому что как раз моя машина стояла так, что людям нужно было объехать эту аварию, и моя машина тоже не очень удобно там стояла, ну, для объезда. У нас декабрь, ну, практически, да, вот сегодня какой, 26 ноября, и коровка до сих пор пасется, травка еще есть зеленая, и 7 градусов сейчас показывает тепла, то есть, достаточное тепло, когда нет сильного ветра, то 7 градусов очень хорошо, вот я даже в кожанке, мне не холодно, вот корова ест травку, но до сих пор какое-то такое солнышко, видите, только-только начинает выходить, некий такой туманчик, дымка какая-то сохраняется. Это зефир, глазированный с ароматом ванили. Это кто тебе давал? Сегодня было бы день рождения у Даши. А какой Даши? Ну, которую та, я говорил тебе, как баба, не помню. Ну, Даша, короче. Не любит этот человек танцевать, видите, он не хочет ходить на танцы, ему не нравятся танцы. Я хочу сам танцевать, вязала Алексеевну просто. А, да? Чтобы она нас не мучила. Даша, отвезла на танцы, сейчас хочу до Фастовых заехать, уже чисто даже соскучилась Фастовых за вами. Так что еду. Как раз погода хорошая, 7 градусов тепла. Сейчас посмотрим, папа говорит, что там дорогу на Чапаева просыпали, что ли, чем-то мелкой какой-то крошкой, это асфальтная. Ну, сейчас глянем. Конечно, вид открывается просто замечательный, такой красивый. Речка. Ой, тут даже вспахано. Сейчас посмотрим, что тут с дорогой. Тут спуск, тут очень красиво, мне вот по красоте очень нравится. Здесь, особенно, когда солнышко и рыбаки тут сидят, детей много. Я бы, конечно, сюда именно побоялась бы своих детей отпускать, но рыба тут есть. Так, сейчас посмотрим. Вот тут какая красота. Помню, что мы сюда ходили. Здесь достаточно недалеко, несколько кварталов от моих родителей. И здесь как раз дядя Юра купался на крещение. Это было еще в таком моем детстве, там, может быть, лет 14, мне было 15. Было, конечно, смотреть на него очень холодно. Сейчас я еду, конечно, здесь изменений на дороге нет. Но посмотрим, что там дальше впереди, как буду обратно ехать. Проверю дальше дорогу. Ну, здесь как бы и такая вот она была, вот, не особо плохая. Вон фастовые идут меня встречать. Кирюха уже за руку топает. За моего окна, конечно, ничего не видно. Тут розочки красивые. Я не могу, я балдею от этой расцветки. И еще они такие маленькие. Но это просто куст, это не вьющаяся, да? Да, вот это вот. И вот она еще. Какая красивущая. Такая нежная. Прям очень. А вы знаете, здесь и правда дорогу просыпали. Потому что здесь были остатки роскоши асфальта. И вот эти глубокие-глубокие ямы. А сейчас вот такой вот мелкой асфальтной крошкой все засыпано. Поэтому все здорово. Ехать теперь здесь по Чапаево очень хорошо. Вот. Сейчас я выйду до как раз другой школы. Вот Гриша с Антошей ходят в 31-ю. А здесь 37-я будет. Вот эта школа. Здесь же сделали ремонт. Из садика. О, как раз папа едет, да? У Саси у какого-то было день рождения. Раздали шарики. Папа приехал. Мысин, папа. Что это мысин? Ну, что ты чудишь? Я всех забрала. Антоху Станцев, Афоню с садика, Гришу со школы, еще и Зоя с нами. Пашки вошли в нашу жизнь. Подожди, 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 подожди. И папа тут как судья такой стоит. Папа, не подсказывай ему, пусть об этом. Что? Ну, подожди, ну, папаш, вы должны же научить и думать. Так, как только Антоха приходит домой, у нас всегда Матч ТВ включается. Ну, сейчас что прямой эфир? Это что у нас? Да, так я не знаю, где у нас пульт. Пульт-то нет? Антош, у тебя пульт? Да, да, вот он. Вот есть один ход, который может поменять тебя. Раскрыть. А, спортивная, да? А что ты? О, а то фука было бы. Ну, как ты? Ну, если не побил, за фука ты забираешь фишку, еще и ходишь добавок. Называется за это. Дой, а ты любишь шахты? Париша, как ты поделай так, чтобы было неприятно? Я тебе призывал, домой играй. Нет, так некрасиво играть. А как ты хочешь? Да лучше тут учиться, чем ты будешь проигрывать, где-то так. Я тебе подожди, я забыла. Пап, подожди, глянь, как они играют. Зоя, покажи, как ты играешь. Глянь, как у нее поехала шашка. Покажи. Зоя, как ты быстро играешь. Кто борщ ест? Вот он борщ ест, Степ. Теп. Субтитры сделал DimaTorzok